Эксперт Юрий Федоров, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Да, я хочу начать наш разговор о ситуации на фронте. Есть ли там какие-то существенные изменения? Вот на что вы обратили внимание? Вы знаете, сейчас идет типичная оппозиционная война и каких-то серьезных изменений, ну скажем так, за прошедшую неделю, если попробовать подвести итоги, в общем нет. Нет, ситуация такая же, как она была, ну уже складывалась на протяжении всего этого месяца. Происходит очень медленное наступление российских войск из-под Авдеевки в западном и северо-западном направлении, но продвижение, повторяю, действительно минимальное. Второй момент, второе направление этого продвижения – это бои за Часов-Яр. Там тоже каких-то серьезных изменений, ну по крайней мере таких, которые можно заметить на карте, ну более или менее подробной карте в общем нет. И Харьковский фронт, там тоже все стабильно, я не могу сказать, потому что там идут острые бои, прежде всего в Волчанске, но ни та, ни другая сторона в общем не может похвастаться какими-то сдвигами, ну сколько-нибудь заметными и сколько-нибудь серьезными в свою пользу. Но если говорить о применении России большого количества КАБов, поскольку вчера был еще удар по Харькову, и Россия продолжает активно использовать этот вид боеприпасов, есть ли сейчас у ВСУ возможность противодействия КАБам и вот этим корректируемым авиабомбам? Нет, такой возможности нет. Дело в том, что эти КАБы, они и по размерам, и по отражающей, по эффективной поверхности, которая используется как измерение, как меры отражения радиолокационного излучения, в общем минимальные. Поэтому их увидеть на экране радиолокатора довольно сложно. Это раз. Во-вторых, ну теоретически можно сбить, но для этого нужно использовать очень высококачественные и продвинутые системы ПВО, что-то типа Патриота. Но это слишком дорого, потому что соотношение цена-эффективность, эффективность, стоимость эффективности здесь катастрофической для обороняющейся стороны нет. Единственная возможность бороться с этими КАБами – это уничтожать самолеты-носители. Ну вот если Украина получит достаточное количество патриотов для того, чтобы расположить их примерно не вдоль линии фронта, конечно, но на не очень большом расстоянии от этой линии, но тогда можно, в общем, теоретически, по крайней мере, отгонять российские самолеты, которые сбрасывают эти КАБы. КАБы летят на расстоянии где-то примерно 70 километров, 80, может быть. Значит, сбрасывать их нужно, не залетая в воздушное пространство. То воздушное пространство, которое контролируется ПВО Украины, значит, патриоты могут решать эту задачу. Но для этого их нужно существенно больше, чем есть сейчас в Украине. А разрешение со стороны западных стран использовать оружие, которое поставляет как раз Запад и Западная Коалиция, и бить по территории Российской Федерации, ну территории канонической, не по оккупированным территориям, которые Россия объявила своими, нарушив все возможные пункты международного законодательства, а именно по той территории России, которая признана. Насколько это может существенно повлиять, и каким образом это уже, может быть, влияет на то, что происходит на фронтах сейчас? Ну вот последние сообщения на этой неделе, они пришли, вроде бы Соединенные Штаты дали разрешение использовать все виды своего, того вооружения, которое они поставляют Украине, по целям на расстоянии до 100 километров от линии фронта. Но это достаточно серьезный сдвиг, потому что, в общем, довольно много очень важных военных объектов, военных, значит, каких-то районов, сосредоточения войск, районов, где находятся, скажем, логистические центры и так далее, они попадают под удары хаймерсов, атакмсов, а если говорить о воздушном пространстве, то и, значит, под удары патриотов. Ну вот 100 километров от линии фронта, это, значит, ну это линия, это пространство, это полоса, которая простреливается патриотами, да, и тогда можно, вот повторяю, если есть достаточное количество этих батарей, ну можно отгонять российские самолеты, не позволять им залетать в ту зону, с которой они могут сбрасывать эти кабы, так, чтобы они попали по территории Украины. Здесь задают много вопросов по поводу интервью Алексея Арестовича Ксении Собчак. Успели посмотреть? Честно говоря, я просто прочитал основное содержание этого интервью, но само интервью смотреть как-то вот не получилось. Ну так примерно стенограмма достаточно подробная. Ну вот там как раз Ксения Собчак и Алексей Арестович обсуждали информационную составляющую, в частности высказывали свое мнение по поводу пропаганды. Вот этот пункт просит вас тоже прокомментировать. Ну видите, значит, если я правильно понимаю, то пропаганда, о которой идет речь, прежде всего то, что нас интересует, наверное, ну, по крайней мере, меня интересует в первую очередь, это пропаганда, которая ведется источниками и средствами массовой информации в Украине. Ну, если действительно, вот это один из моментов, с которым я, в общем, ну, не полностью, но в общем согласен с Арестовичем в том смысле, что эта пропаганда не затрагивает или очень мало затрагивает реальную ситуацию на фронте, подает ситуацию в излишне розовых тонах. Ну вот это, к сожалению, да, это типично для средств массовой информации Украины, начиная вот с подготовки наступления прошлого года, когда, в частности, благодаря такой достаточно жесткой информационно-пропагандистской кампании, сложилось в массовом сознании в Украине, и не только в Украине, сложилось представление о том, что можно очень быстро и легко добиться победы. Ну, когда оказалось, что ситуация не такая, как ее рисуют пропагандистские органы, ну, можно пропагандистские, информационные, как угодно, я не хочу сейчас вдаваться в эти детали, как называть пропаганду, информацию, ну, мы примерно понимаем, о чем идет речь, но когда оказалось, что картина, которую рисуют эти средства массовой информации, не соответствует реальности, вот тогда произошел общественное мнение Украины, произошел достаточно серьезный кризис, я бы, наверное, так его обозначил, который имеет и политическое измерение, к сожалению. Алексей Арестович, сегодня, вот вам, как эксперту, его мнение интересно, то есть это его точка зрения, его взгляд, его мнение помогает вам сформировать какую-то картину о происходящем, вот прислушиваетесь ли, или, может быть, не прислушиваетесь, а учитываете ли в оценках, скажем, мнения Алексея Арестовича, когда делаете свои выводы? Дело в том, что точка зрения Алексея Николаевича, она менялась очень серьезно и изменилась по сравнению с тем временем, когда он работал в аппарате президента Украины. Сейчас, если говорить о конкретной ситуации, которая складывается на фронте, нет, я бы не сказал, что она помогает, скорее наоборот, просто потому что для того, чтобы сформировать свое представление о том, что там происходит, я стараюсь смотреть на карты, каким-то образом определять, рисовать те картинки на карте, искать те населенные пункты, которые упоминаются в военных сводках той и другой страны, но это позволяет, в общем, ориентироваться самому в том, что происходит. Если, скажем, в сводках Генштаба Украины говорится о боях за населенный пункт такой-то, ну, значит, этот населенный пункт нужно искать на карте, смотреть, где там происходят бои. Если этот же населенный пункт упоминается в российских сводках, ну, значит, действительно идут бои. И вот, прежде всего, нужно, как я понимаю, во всем случае, я этим пользуюсь, я просто обозначаю на карте те населенные пункты, о которых идет речь, и стараюсь не обращать внимания на какие-то оценочные моменты, скажем, противник отброшен или не отброшен, или, значит, наши войска заняли там очередную деревню, ну, вот когда эта деревня будет занята, значит, на картах, которые публикуют либо, ну, я стараю использоваться Deep State Map, значит, либо там будет обозначено, что она находится не в серой зоне, а, скажем, в зоне оккупированной территории, ну, и так далее. Либо на картах, которые публикуют западные аналитические центры, как правило, достаточно объективные. А вот оценочные суждения и некоторые цифры, которые публикует та и другая сторона, она вызывает, конечно, некоторое недоверие. А тяжело ли, так скажем, противостоять некому общественному давлению, общественному мнению? Нередко приходится говорить с экспертами, которые подвергаются такому общественному порицанию, если говорят не то, что от них хочет услышать референтная группа или там основная аудитория. Когда вы говорите и озвучиваете оценки, которые могут не понравиться, насколько сложно противостоять вот этому соблазну сказать то, что от вас хотят услышать? Ну, конечно, вы знаете, любой человек, который выступает с какими-то публичными, прошу прощения за трафтологию, выступлениями, ему хочется, чтобы его выступление было достаточно хорошо принято аудиторией. А аудитория всегда хорошо принимает то выступление, ту информацию, те оценки, которые соответствуют и ее аудитории представлению. Это серьезный фактор, который всегда действует. Я могу говорить о себе. Да, конечно, хочется, чтобы, условно говоря, заслужить какие-то аплодисменты. Но с другой стороны, видите, сразу же возникает вот какое опасение или не опасение, а действительно возникает проблема, потому что через какое-то время могут сказать, ну, наблюдатели, которые внимательно следят за тем, что говорит тот или иной эксперт, могут сказать, ну, хорошо, но вы же говорили вот это, и когда вы врали, тогда или сегодня, или в чем причина вот таких расхождений, расхождений ваших оценок. Но понятно, что, да, есть и другой момент. Вы знаете, я глубоко симпатизирую Украине, и поэтому как-то мне... Ну, я не считаю себя возможным вмешиваться во внутренние дела, во внутреннюю политику Украины, давать какие-то оценки, просто потому, что я не гражданин этой страны. И, кроме того, мне хотелось и хочется всегда сказать нечто, что может помочь аудитории в Украине сопротивляться информационному давлению со стороны России и тех кругов в Украине, и которые, ну, по сути дела, на стороне России находятся. Аксения Собчак, на ваш взгляд, сегодня, она... Ну, то есть можно ли дать оценку ее работе, можно ли это воспринимать как объективную журналистику или все-таки больше пропаганду? И можно ли, на ваш взгляд, я понимаю, что сейчас задаю субъективный вопрос, увидеть в ней некую симпатию или антипатию, например, к Украине? Как вы это считываете? К Украине? К Украине, да, в том числе. Ну как, я просто очень хочу, чтобы Украина победила. Вот в чем моя симпатия. Я считаю, что Украина – это жертва агрессии. В этом смысле с моральной позиции, морально-этической позиции на стороне Украины. И потом, если говорить о возможных геополитических последствиях этой войны, я убежден в том, что поражение Украины может очень дорого обойтись и Европе, и, ну, в общем, не побоюсь этого сказать всем миром. Видимо, там все-таки у меня не прошел сигнал через микрофон. Я как раз про Ксению Собчак задавал вопрос. Вот насколько она сегодня является как владельцем медиаканалов? То есть, как вы ее считываете? Я понимаю, что это вопрос субъективный, тем не менее, как вы ее считываете? Можно ли ее воспринимать как журналиста, который занимает независимую позицию? Или там можно увидеть какие-то симпатии? Вот ваше личное мнение. А, если говорить о Ксении Анатольевне, нет, я думаю, что она является элементом пропагандистской, ее каналы являются элементом пропагандистской машины Российской Федерации, это достаточно очевидно. Собственно, я не вижу каких-то независимых информационных каналов, которые базируются в России. Собственно, независимая журналистика русская или российская независимая журналистика, это теперь эмиграционная журналистика. Если, но определенно, но если говорить о Собчак, нет, это, да, у нее есть некоторые, так сказать, специфики в подаче информации, бесспорно. Она может позволить себе некоторую фронту, чисто словесную. Но, видите, с моей точки зрения, для того, ведь нужно понимать, какая аудитория есть у того и другого, у каждого канала. Если аудитория более или менее интеллектуально развитая и понимающая что-то, что происходит в стране и в мире, значит, информация, которая, информационный канал, позволяющий себе определенную критику или квазинезависимую позицию, квазинезависимые оценки того, что происходит, всегда вызывает больше доверия. Ну, это известно, это аксиома пропагандистской работы. Поэтому, в зависимости от того, на какую аудиторию рассчитан канал, один канал будет, значит, бить в барабаны войны и, значит, говорить о том, какие молодцы российские ребята, богатыри, которые совершают подвиги с утра до вечера, а другие будут подавать, ну, примерно ту же самую информацию, но другой, несколько более приемлемой для более развитой аудитории форме. Вот если говорить, кстати, о базирующихся в России медиа или медиаресурсах, но там остается Дмитрий Муратов, новая газета, она, правда, уже практически полностью ограничена, но есть YouTube-канал «Ноумедиа из России», который делает Муратов, оставаясь в России, и команда журналистов, есть живой гвоздь Алексея Венедиктова. То есть вот эти ресурсы, они же еще остаются пока на территории Российской Федерации. Ну, тогда нужно задать вопрос, почему им позволяется работать в том ключе, в каком они работают. И раз позволяется, значит, определенные круги в руководстве России, скорее всего, в администрации президента, в общем, считают, что это, ну, по тем или иным причинам наличие таких, я бы назвал, ну, я не могу назвать живой гвоздь независимой, это квази-независимая, на мой взгляд, источник информации. Ну, значит, возникает вопрос, почему, что подталкивает пропагандистский аппарат российской власти к тому, чтобы позволять такого рода вроде бы независимым информационным источникам. Собственно говоря, вы знаете, в советское время, ну, например, газета «Известия» считалась более независимой, чем другие, но она считалась, она была точно так же зависима, просто у нее были несколько большие возможности подавать информацию. Опять же, в такой вроде бы независимом ключе была литературная газета, которая, опять же, позволяла все некоторые вольности, но очень дозированные и, кстати говоря, всегда согласованные, насколько я понимаю. Ну, на ваш взгляд, сегодня остается еще эта тропинка, по которой можно проходить, потому что вот недавнее интервью Николая Солодникова с Иваном Ургантом под названием «Иваново девство», это, конечно, отсылка к Тарковскому, где нет ничего о войне и нет ничего там практически о текущей ситуации, но много разных размышлений, взглядов, может быть, каких-то намеков. И, как сформулировал Сергей Николаевич, бывший главный редактор СНОБа, это такой манифест «Новых тихих». Вот это пространство, когда ты можешь на что-то намекнуть или можешь как-то так посмотреть, чтобы во взгляде можно было что-то считать и интерпретировать, еще остается? То есть, получается, еще нет вот этой тотальной зачистки информационного поля, информационного пространства в России? Ну, тотальной зачистки нет, конечно, в том смысле, что есть разнообразные, как я уже говорил, не хочу повторяться, разнообразные формы и внешние оттенки в подаче информации. Но, повторяю, это то же самое, что было в Советском Союзе, когда, вы знаете, я очень хорошо это помню, когда читаешь те же известия и пытаешься понять или литературную газету, или московские новости, скажем, когда их начал редактировать Егор Яковлев, если я правильно понимаю, да, по-моему, Яковлев начал их редактировать. Вот тогда, понимаете, можно было с карандашом в руках пытаться найти какие-то намеки. Ну, да, в общем, при этом, видите, в чем дело. И тогда, и сейчас есть разные группировки во власти, есть абсолютно обмороженные. С одной стороны, есть какие-то группировки, видимо, я так понимаю, что они, наверное, есть, их не может не быть, которые хотели бы определенного смягчения, ну, скажем так, отношений с Западом или опасающиеся окончательного закручивания гаек, опасающиеся того, что вот нынешний режим трансформируется в нечто гораздо более страшное. Такие люди, такие силы наверняка есть в России. Ну и, соответственно, есть определенные каналы, информационные каналы, которые отражают их точку зрения. Ну, повторяю, в дозволенных рамках. Вы не успели посмотреть интервью Урганта Солодникова? Нет. Увы, нет. Ну, это следует, как вы думаете, рассматривать вот такие, понятно, что очень известный шоумен, лицо Первого канала, который сейчас не на Первом канале. Получается ли так, что мы, я и про себя говорю, в том числе и про журналистов, которые освещают тему, иногда придаем слишком большое значение высказываниям или невысказываниям известных людей? Или все-таки это тоже такой политологический момент, как вы думаете, следить за тем, что сказал Орган, следить за тем, чего не сказал Познер, ну или там многие другие по списку? Ну, я-то очень хорошо помню, как согласовывались все статьи, в том числе научные статьи в советское время, ну, за исключением последних, наверное, последнего года пребывания Горбачева в власти. Все было, все согласовывалось вплоть до запятых. Если эти статьи, конечно, были посвящены чему-то внутренней политике, внутренней ситуации в стране или внешней политике, и более или менее ответственные органы информации, имею в виду академические и неакадемические, согласовывались. Я думаю, что сейчас нет такой жесткой системы согласования, просто есть определенные рамки. Это можно, но лучше этого не делать, вот этого нельзя делать, вот этого нельзя говорить, писать ни в коем случае. Вот если вы напишете это, у вас могут быть проблемы с определенными кругами во власти, вас могут обвинить том-то и том-то. В общем, это довольно тонкое и сложное дело – руководить средствами массовой информации в современной России, да не только в России, в любом авторитарном режиме, понимая, где проходит грань допустимого, а где есть некая серая зона, которая чего-то, можно сказать, желательно намеком. Ну, вот в этом специфика журналистики в авторитарном режиме, я имею в виду серьезной журналистики, а не той, которая льется из телевидения. А вот если говорить о серьезной публицистике, да, конечно, можно искать какие-то намеки. Ну, можно предполагать, что эти определенные отличия в трактовках тех или иных вещей, что-то сказано, что-то не сказано, отражают позицию определенных группировок во власти. Это называется такой качественный контент-анализ, которым занимается уже даже скорее правительственная структура за рубежом, пытаясь обозначить какие-то связи, выявить какие-то связи между журналистикой, журналистами, по крайней мере, известными, и фигурами во власти. Это довольно широко распространенная методика, которая берет свое начало во Второй мировой войне, кстати говоря. А на возгляд сейчас Путина, его окружение, аппарат, администрация, они заинтересованы в создании такой новой нормальности. Вот как раз нередко приходится слышать эту формулировку новая нормальность, что жизнь идет, война идет, адаптация происходит, проходит, есть что-то параллельно, привыкайте, это надолго. Вот не формируется ли сейчас с помощью СМИ, с помощью каких-то вот таких, ну как бы ничего и не происходит, война где-то далеко, что вот эта новая нормальность в Российской Федерации, я возьму в кавычках это обозначение, просто приходилось его слышать. Конечно, происходит. Можно назвать новую нормальность, можно по-другому назвать, но действительно одна из стратегических установок российской власти в информационной области, это создание впечатления, ну по крайней мере у населения России, что в общем все хорошо, все более или менее, ну в кавычках нормально, да, можно смотреть спектакли, ходить на спектакли, слушать концерты, смотреть выставки. Я имею в виду, естественно, это ориентировано на вот такая вот достаточно изощренная пропаганда, ориентирована на образованный класс, которому очень хочется отмежеваться от того, что происходит на фронте, отмежеваться от реальности. Отсюда вот создание или попытка создания такой условной реальности, которой в общем вроде бы все хорошо. Можно выпить кофе на бульваре, можно посмотреть новый вернисаж, можно обсуждать новый спектакль, и все хорошо. Но, я повторяю, это для определенного слоя российского населения, а для других слоев все это выглядит гораздо грубее. Можно посмотреть детектив, можно... Но вот не знаю, как сейчас с этими всякого рода стрип-клубами, может быть, с ними уже начали бороться всерьез. А тут есть другой момент с моей точки зрения. Вот есть определенная группа во власти, которая стремится эти вот самые скрепы довести до предела, до уже до откровенной нелепости запретить все и вся. Я имею в виду, прежде всего, все то, что относится к сфере сексуальной революции или сексуальных отношений, ЛБТГ и так далее. Это, в общем, другая совершенно тенденция. То есть создание не новой реальности, а создание такого строго милитаризированного общества, такого, ну, если хотите, за образец можно было бы взять некие монашеские ордена. И, в общем, опять-таки, ничего нового нет. Если посмотреть на историю католицизма, например, были такие периоды в истории Европы, когда католическая церковь тоже брала на вооружение борьбу со всеми нетрадиционными, не вписывающимися в ученевские рамки аспектами человеческой жизни и пыталась выстроить всех по единому ранжиру, вот идет такая борьба различных концепций и политик, в каком направлении воздействовать на массовое сознание России. Путин недавно посетил КНДР. Это одна из самых или самая закрытая страна мира. Как вы думаете, во-первых, учится ли Путин у Ким Чен Ына и вообще у этой системы, поскольку изоляционизм и попытка отмежеваться от всего остального мира? И насколько для него, я подчеркиваю, для Путина этот визит был удачным или неудачным? Я думаю, что для него, в его собственной оценке, этот визит был очень удачным. Но для этого достаточно посмотреть на выражение его лица, когда он там общается с северокорейским вождем, когда они едут в этой открытой машине. Путин явно наслаждался всем происходящим. Это правда. В какой мере Северная Корея может служить образцом для России, для путинской России, тем образцом, которым режим будет стараться выстроить общество? Да, я не исключаю. Наверняка кое-что полезное для себя Путин узнал и понял. Но это, так сказать, такая общеидеологическая, общепонцептуальная оценка. А если говорить более конкретно, Путин, как я понимаю, очень успешно договорился о поставках вооружений. Возможно, возможно, тут трудно сказать, но есть намеки на это о том, что северокорейские, в кавычках, добровольцы будут участвовать в войне в Украине. Это ему очень помогает. Помогло бы, как я понимаю, в какой мере Ким Чен готов выступить в такой роли, пока... Это вопрос, на который пока нет ответа. Но, в общем-то, с точки зрения Путина этот визит успешен. Но, опять же, понимаете, во всем есть и другая сторона. Сразу же после этого визита, после подписания соответствующего документа, договора, Южная Корея объявила о пересмотре политики поставки вооружений в Украину. Было сказано, что они отказываются, они снимают запрет на поставки летального оружия. А вот количество и качество этого оружия, что именно будет поставлено и в каком количестве, будет зависеть от того, как Россия будет помогать Северной Корее создавать новые космические системы, ядерные оружия и так далее. В общем, этот визит он вызвал, неизбежно вызвал очень жесткую реакцию со стороны Сеула. Я думаю, такую же реакцию со стороны Токио. Потому что Токио тоже находится в зоне достижения, достигаемости северокорейских ракет. Ну и это, видимо, тут можно по-разному оценивать, но думаю, что в общем это вызвало определенное недовольство в Пекине. Так что, с одной стороны, да, это успех, но с другой стороны, изоляция. То есть многие страны, занимавшие нейтральную или квази-нейтральную, вроде нейтральную оппозицию или более нейтральную оппозицию, чем другие союзники Украины, они, в общем, переходят на сторону Украины, сдвигаются в сторону Украины. Просто потому что, ну, на Западе и в том числе на Западе, а и в Восточной Азии далеко не в восторге от того, от этого военного союза России и КНДР. Вот о каком количестве добровольцев, в кавычках, из КНДР может идти речь? Ведь Путин недавно озвучил, что сейчас в зоне СВО, как он это называет, это полномасштабная война, мы называем это так, находится 700 тысяч российских солдат и офицеров. Соответственно, какое количество добровольцев из третьих стран или недобровольцев могло бы кардинально изменить ход этой войны? Сколько ему нужно? Прежде всего, вот эта цифра 700 тысяч, на мой взгляд, она не имеет отношения к реальности, потому что реальные цифры несколько меньше. Ну, по крайней мере, те цифры, которые не вызывают сомнений ни на Западе, ни в Украине, полмиллиона примерно, чуть больше полумиллиона, если учитывать те войска российские, которые действуют, находятся в трех приграничных областях, Брянская, Курская, Белгородская, но примерно 520 тысяч. Откуда Путин взял цифру 700 тысяч, до этого называл цифру 610, по-моему, я, честно говоря, не знаю. Но видите, ситуация, как я понимаю, перед российскими, перед российской армией примерно следующая стоит. Значит, тем количеством войск и вооружения, которые есть, решить, изменить ситуацию кардинально в пользу России невозможно. Собственно, в этом и есть то, что называется позиционный тупик. Значит, нужно больше. Больше нужно либо, для того, чтобы получить больше, значит, нужно либо проводить мобилизацию, и речь может идти о 100-200 тысяч новых солдат-офицеров. Оно это сопряжено с определенными сложностями. Либо, значит, вот примерно такое же количество, где-то под сотню тысяч северокорейских добровольцев. В какой мере эти добровольцы боеспособны, вот это мы не знаем. Вот как раз может выясниться. Люди на Западе будут, я имею в виду аналитики западные, будут с интересом наблюдать за реальным уровнем боеспособности северокорейской армии. Ну что, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас. Юрий Федоров, военный эксперт, был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.